Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Масаналы. Еще в начале июня мировые СМИ заговорили о том, что, возможно, Россия и Турция пойдут на примирение. Произошло это после того, как президент Турции Реджеп Таип Эрдоган выразил свою озабоченность тем, что отношения с Москвой были разрушены из-за ошибки пилота. Тогда эксперты в международных и дипломатических отношениях считали, что извинения от Эрдогана ждать не стоит. Напомним, что кризис в отношениях между Анкарой и Москвой возник еще в ноябре прошлого года, после того, как турецкие ВВС сбили российский истребитель Су-24. Но партнеры России в этом дипломатическом охлаждении увидели для себя шанс. О готовности заменить турецкие поставки, на которые Москва заложила эмбарго, заявили Иран, Марокко, Азербайджан, конечно, все страны Центрально-Азиатского региона. И Кыргызстан не исключение. Более того, Бишкек увидел в этом шанс переманить себе российских туристов. Россияне-туристы в 2015 году добавили турецкому ВВП 3 миллиарда долларов, а годом ранее на 1 миллиард больше. Для сравнения, доля туризма ВВП в Кыргызстане в 2015 году составила менее 130 миллионов долларов, или чуть более 4%. Понятно, что холод в турецко-российских отношениях многие считают возможностью для увеличения этого показателя. Но, по мнению экспертов, расти сектору не позволяет не отсутствие спроса, а слабость предложения, что мешает иностранным гостям вновь и вновь возвращаться в Кыргызстан. Представьте, что вы только прибыли в чужую страну, впервые в жизни. После долгого ожидания багажа, проверок, проходите в аэровокзал, и у вас незнакомый человек, что-то объясняя на языке, который вы еще не понимаете, начинает вырывать сумку из рук. А ведь именно так встречают таксисты в аэропорту прибывающих. По словам генерального менеджера отеля Golden Tulip, для его гостей это всегда шок. Чтобы избавить туристов от столь неприятных моментов, отель пользуется услугой встречи в аэропорту, местной туристической компании. Но даже в таком случае будущие постояльцы иногда сталкиваются с чрезмерно навязчивым сервисом. Да, бывает это пугает, но в действительности это просто неудобно. Это расценивается гостями как назойливые приставания, и мы потом должны объясниться с гостями. Надо, чтобы не было этих попыток выхватить сумки из рук или насильно усадить в такси. Это производит очень плохое первое впечатление о Кыргызстане. Это лишь часть из чего складывается первое ужасное впечатление о стране, когда получить багаж целое испытание, когда с тобой грубо обращаются. Рассказал генеральный менеджер отеля Golden Tulip Стефан Бехер. А поток иностранных туристов в Кыргызстане продолжает расти. Многие это связывают с тем, что в 2012 году страна ввела в одностороннем порядке безвизовый режим до 2020 года для въезда граждан 44 стран. Государство отбирало по ВВП на душу населения. Он должен быть не менее 7 тысяч долларов. Ежегодное число гостей из-за рубежа растет в среднем на 9,5%, уверяет Госдепартамент по туризму. Данные на ЦТОСКОМа, впрочем, уверение чиновников турсектора опровергают. Так, зарубежный туристический поток в 2012 году после введения безвизового режима вырос на 10,8% по сравнению с 2011 годом, но уже в 2013 упал на 9%. В 2014 году подрос на 23%, а в прошлом году из-за рубежа приехали на 5,5% больше. Больше всего приезжают гости из Казахстана, на втором месте – Россия. Процент гостей из дальнего зарубежья невелик, чуть больше 3% от общего потока туристов 2015 года. Но чиновники уверяют, все больше приезжают людей из тех стран, для граждан которых безвизовый въезд в Кыргызстан. Журналист Гульхер Малазана, впервые приехавший в Центральную Азию, рассказывает. В один день я так устал от работы, от своего босса и решил, что пора отдохнуть, сездить куда-нибудь. Хотелось посмотреть страны, чья культура не похожа на европейскую. В моем предварительном списке были такие страны, как Кыргызстан, Казахстан и другие азиатские страны. Но лишь в Кыргызстан бразилцам можно ехать без визы. Узнав это, зашел на сайт в интернете, посмотрел фотографии Кыргызстана, горы, природа. Все это мне очень понравилось. И в одну пятницу после работы я купил билет на самолет, и вот я в Кыргызстане. По словам туриста, для него на пути к комфорту один из главных барьеров стал языковой. Гульхер Малазана отметил слабое знание местного жителям языка, международного общения, английского, английский язык местного населения. А основная часть туристов разговаривает именно на этом языке. По-моему, 95% кыргызстанцев не разговаривают на английском языке. Музеи, в клубах, везде общение только на русском. В вашей стране оказывается русский основной язык. Но в мире много стран, где в основном разговаривают на английском и на испанском. Поэтому я думаю, что надо развивать английский язык. Иначе языковый барьер создает сложности для таких туристов, как я, не знающих русский язык. На самом деле, по данным опроса компании CR, английским языком владеет 21% кыргызстанцев. Но это преимущественно жители Бишкека и Аша. Впрочем, радует, что понимание необходимости изучать язык есть у семи опрошенных из десяти. Стоит отметить, что большинство туристов, приезжающих в Кыргызстан, – жители СНГ. Путешественники из дальних стран не приезжают, еще и из-за условий общественной безопасности. Для граждан развитых стран этот фактор определяющий. Бизнесмен Керим Токаев часто путешествует. Он уверен, что безопасность касается не только охраны общественного правопорядка, но и отношений к гостям на въезде в страну. Вот одному казаху нахамят там на границе, значит, 10 казахов не приедет. Все страны, которые ориентированы на туризм, они должны четко выверстили приоритеты. Вот, допустим, как это было в Бангкок? Бангкок был один из самых криминальных городов мира. Потом приняли они решение, что они становятся туристическим раем. И вот там даже, когда банды между собой дерутся, если вот так туристы проходят, они вот так разойдутся по сторонам, они его пропустят, потому что при любом конфликте с туристом виноват всегда становится местный. Напряженность всегда связана с ощущением неравного распределения финансов. Угроза безопасности гостям со стороны местного населения в регионах в основном связана с тем, что жители считают бизнес обязанным делиться. В августе 2013 года около 100 жителей одного из сел Иссыкуля сломали заборы и зашли на территории пансионатов «Радуга» и «Карван», обвиняя руководство центров отдыха в том, что для местного населения ограничен доступ на пляжи этих пансионатов. Туристы восприняли это как угрозу собственной безопасности. Необходимо, чтобы местное население понимало, какую выгоду им приносят туристы, говорит Керим. Тем же отелем можно ввести простой налог, туристический налог, как есть во многих туристических странах. Допустим, ежедневно туристы платят в отеле один доллар. И этот налог попадает конкретно в муниципалитет этого района, напрямую. У нас сколько конфликтов на Иссыкуле происходит, когда Аил-Ахмату не любит пансионат. Если бы, образно говоря, каждый турист ежедневно доллар получал, Аил-Ахмату этот доллар, они бы совсем другой уровень восприятия тех же туристов. Не вымогаетесь заниматься, вы мне дайте, директор пансионата, строите нам стадион или делайте нам дорогу, а просто получать легально нормальные деньги. Кыргызстану необходимо привлекать все больше туристов из стран дальнего зарубежья. Экономический кризис, в котором пребывает евразийская зона, привел к снижению доходов от экспорта туристических услуг в Кыргызстане. Иными словами, к падению доходов от приема иностранных граждан. 2015 год по этому показателю завершился уровнем 2012 года – чуть более 140 миллионов долларов. При этом в 2013 наблюдался рост на 150 или 37 процентов до 560 миллионов. Но уже в 2014 году упал до 408 миллионов. Как раз год, когда в отношении России были введены западные санкции, цены на нефть стали резко падать. И курс валют главных торговых партнеров Казахстана и России резко пошел вниз, потянул за собой кыргызский сом. А как правило, первая стадия, по которой сокращаются расходы семейных бюджетов, отдых и развлечения. Чтобы туристический сектор развивался, говорит президент компании «Кыргыз Концеп» Эмиль Умиталиев, необходимы политические решения, в первую очередь по политике открытого неба. Не надо закрываться бюрократическим способом, что повлекло за собой монополию и коррупцию, от воздушных судов других стран. Не надо пытаться с ними договариваться. Надо просто объявить в односторонном порядке политику открытого неба и дать возможность любому самолету из любой точки земного шара прилетать к нам и улетать в третью страну с грузом и пассажирами. И это даст нам возможность доставлять грузы самым коротким и дешевым способом в большее количество аэропортов вокруг себя и в мире и получать грузы из других стран и самим ездить в большее количество аэропортов и приглашать гостей из большего количества стран самым коротким и дешевым способом. В случае с открытым небом у государства те же возражения, что были при введении безвизового режима. Это угрожает национальной безопасности страны. На самом деле, уверяют сторонники открытости, здесь большую роль играют лобби местных компаний. При открытом небе увеличится конкуренция авиакомпаний, снизится стоимость билетов, повысится качество услуг, увеличится туристический поток. В этих условиях местным авиаперевозчикам придется конкурировать за свое место на рынке. Сейчас аэропорт Манас является по сути тупиковым, а мог бы стать транзитным центром. Но ранее, по сути, ворота в Кыргызстан, международный аэропорт Манас нуждается в реконструкции. Решение проблемы, отсутствие финансов бизнес видит в государственно-частном партнерстве. Этот инструмент, считает предприниматель Дюодар Сайдильканов, поможет наладить управление стратегическим объектом и в то же время не увеличит государственный долг. Мы должны поменять наше мнение о том, что смотреть на каждый аэропорт, как на источник дохода, это инфраструктура, которая должна быть, и она должна соответствовать мировому стандарту. Поэтому все страны сейчас миллиарды вкладывают в аэропорт, чтобы соответствовать. Сейчас во всем мире государство владеет, но государство не управляет такими инфраструктурными объектами. Надо привлекать компании, которые имеют опыт управления за рубежом, в развитых странах. По схеме ГЧП, государственное частное партнерство, чтобы они вкладывали, и там через 20 лет или через 30 лет государству этот объект вернули. Но за это время они будут, вам не надо тратить свои деньги на улучшение, и они будут раскручивать этот аэропорт. Аэропорт – лишь единственный инфраструктурный объект, который нуждается в улучшении. В целом, считают предприниматели, кыргызстанцы с каждым годом предлагают все более качественный сервис. Однако тот факт, что СОМ укрепляли, в том числе и искусственно, интервенциями Национального банка, привел к значительной курсовой разнице с тем же казахстанским тенге. Теперь отдых на Иссыкуле для граждан соседней страны стал еще дороже. При том, что ранее казахстанцы жаловали, что за те же 500 долларов они могут отдохнуть в Турции, где сервис гораздо лучше. Цены в долларах остались прежними. Но надо учитывать, что покупательская способность главных потребителей туристического продукта Кыргызстана, гостей из Казахстана уберет.